МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Построили флешмоб к 8 марта и научили своих сотрудниц экстремальному вождению. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые ключи дольщикам ЖК Грин-Сити. Мытищи поделились опытом в сфере раздельного сбора отходов. Во встрече приняла участие люберецкая делегация. В Люберцах состоялся финал конкурса красоты «Мамочка-люберчаночка». В нем приняли участие 20 женщин. Кино без барьеров. В Малаховке показали фильм, адаптированный для слабовидящих и слабослышащих людей. Особый подарок к празднику получила прекрасная половина жителей нашего округа. В честь 8 марта во Дворце спорта «Триумф» прошел масштабный концерт. Женщин поздравляли лучшие творческие коллективы округа и представители власти. Триумф, как всегда, встречал музыкой. Праздничное настроение гостям начинали создавать уже фойе Дворца спорта. Духовой оркестр исполнял знакомые мелодии. А далее на центральной арене гостей уже ожидало театрализованное представление. В этот день для женщин подготовили яркие и красивые номера. Звучали самые теплые слова пожеланий. Владимир Ужицкий на празднике отметил высокую работоспособность, самоотдачу и ценность женщины на земле. И вы приходите в школу, там кто? Больше 80%, где-то 83% это женщины. Садики, воспитатели 100% женщины. На узловых точках только женщины. И это доставляет, я думаю, мне, по крайней мере, удовольствие, потому что это есть надежность, это есть разум, интеллект, мудрость. И знаешь точно, что тебя не подведут. Концерт в честь 8 марта стал уже традиционным. На этот раз центральная арена «Триумфа» была полностью заполнена. Танцы, музыка и песни в этот день создавали настоящую праздничную атмосферу. Так в адрес главных виновниц торжества звучали самые теплые пожелания. Депутат Мособолдумы Игорь Каханый также присоединился к многочисленным поздравлениям. Знаете, вы несете в нашу жизнь красоту, тепло, заботу. Я вам пожелаю в этот день, чтобы вы любили, были любимыми. С этими словами согласны и сами женщины-гости, которые присутствовали на этом праздничном концерте. Просто, наверное, любой близких подарки, от них внимание. Я думаю, что вот это для меня самое главное. Анна Троян, Мария Антонова, Александр Богданов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. И в продолжение темы. С 8 марта прекрасную половину человечества поздравляли повсеместно. Исключением не стал и коллектив детского консультативно-диагностического центра. В канун главного праздника весны с теплыми пожеланиями туда приехал глава округа. Я так думаю, что в эти дни вы слышите много разных хороших слов. И это хорошо, и это правильно. Поэтому я искренне желаю, чтобы вот это такое праздничное, хорошее настроение и отношение к женщинам, оно было круглый год. Кроме теплых слов поздравлений, медработниц детского консультативно-диагностического центра также ждал и приятный сюрприз. Золотой голос люберец Александр Чайка исполнил для них лучшие песни о любви. К другим новостям. Они ждали этого целых 4 года. Дольщики ЖК «Грин Сити» наконец-то получили ключи от своих квартир. Их лично вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомню, сроки сдачи домов неоднократно переносились. В 2012 году стройку приостановили из-за нехватки финансирования. Совсем недавно удалось найти новых инвесторов и завершить строительство двух домов. Этого дня люди с нетерпением ждали многие годы. Вложив деньги в строительство жилого комплекса «Грин Сити», они рассчитывали заселиться еще в 2014 году. Сроки завершения строительства 4 и 5 корпусов на улице Лорхов-Красково постоянно переносились из-за нестабильного финансирования. А позже стройку вообще остановили. Все это время дольщики боролись за свое жилье. Много написано было писем во все инстанции, просили помощи, обращались во все структуры, которые можно было. Наконец-то в 2016 году нас услышали и нам нашли инвестора. Инвесторами было выделено 180 миллионов рублей, благодаря чему 28 февраля оба дома введены в эксплуатацию. Чтобы вручить ключи от квартир первым десяти семьям дольщиков, в Красково прибыл губернатор Андрей Воробьев. Сегодня у нас приятное событие. Мы можем вручить ключи тем, кто заплатил деньги очень давно. Дом начал состроиться в 2012 году. Должен был сдаться в 2014 году. Но сейчас уже на дворе 18-е весна. И только сейчас люди получат ключи для того, чтобы делать ремонт. На церемонию также приехали глава округа Владимир Ружицкий, депутат Государственной думы Лидия Антонова и другие представители власти. Они поздравили жителей с будущим новосельем. Будем, наверное, потихоньку осознавать, что наконец-то получили ключи, что наконец-то у нас есть квартира. И мы не будем, большинство дольщиков перестанут скитаться по съемным квартирам. Потому что для многих это было, конечно, тяжело. Люди платили ипотеку, одновременно снимали жилье и ждали. Также в ближайшее время ключи от квартир в ЖК Грин-Сити получат еще 484 дольщика, вложившие деньги в новостройку. Данил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Глава округа встретился с жителями микрорайона Люберца. На этот раз поговорили о проблемах экологии, работе полиции, а также нехватке парковочных мест и социальных объектов. А в главной теме, в вопросах транспортной доступности, помогал разобраться заместитель министра транспорта Московской области Андрей Середнев. Если вообще какой-то канал, чтобы вам выйти на Воробьева, чтобы он там, министра Когана пригласил к нам сюда, либо дали ответ, когда это на самом деле закончится. Когда закончится проблема вредных выбросов в атмосферу? Этим вопросом до сих пор задаются многие жители микрорайона Люберцы. Но пока, говорят представители власти, неприятный запах до конца исключить не получается. Всему виной географическое положение жилых комплексов. 600 метров с правой стороны это станции рации и примерно такое же расстояние до МСЗ-4 мусоросжигательного завода. К сожалению, мы напрямую не можем влиять на них, потому что это предприятие федерального уровня контроля. Однако проконтролировать вредные выбросы в атмосферу, вероятно, помогут мобильные станции мониторинга воздуха. Их предложили установить в микрорайонах, которые чаще всего жалуются на плохой запах. Кроме того, жителям жилых комплексов рекомендовали создать экологическую дружину. Также на встрече выяснилось, что не меньше люберчан волнует и нехватка парковочных мест. Эта тема решается только за счет газонов, другого нету, никто ничего не выдумал. Это нужно отработать, чтобы мы в летний период смогли приступить к обустройству парковочного пространства. Кроме того, жителям микрорайона неоднократно предлагали создать инициативную группу, которая поможет быстрее приступить к строительству многоуровневой парковки. А родители жилых комплексов интересуют еще и сроки сдачи социальных объектов. Открыли новые школы, нет очередей в детских садах. Да, в Люберцах нет очередей, но в самолете они очень-очень большие. В этом году у нас в планах запустить до номер 3. Это август месяц 2018 года. На следующий год, и вы видите, мы ее уже строим. Это школа номер 3, май 2019 года. В свою очередь Владимир Ужицкий поручил застройщику жилого комплекса разместить на официальном сайте информацию о строительстве объектов. Однако самым насущным вопросом для жителей микрорайона по-прежнему остается транспортная доступность. Многие чиновники знакомы с этой ситуацией не понаслышке. Мы автобусы добавляем, и вот последние 3 месяца мы буквально с этим боремся очень серьезно. И перевозчикам заставляем выпускать дополнительную машину. Добавили по разным маршрутам порядка 20 машин. Также много нареканий прозвучало в адрес управляющей компании, которая обслуживает жилые комплексы. И работы участкового пункта полиции. По словам Люберчан, график работы отделения не позволяет оперативно решать вопросы микрорайона. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Между тем, сделать свой город лучше могут сами жители. Порядка 7,5 тысяч жителей Подмосковья на портале Добродел проголосовали за ремонт медучреждений на территории региона. Об этом пишет местный портал РИАМА со ссылкой на безвместителя представителя правительства Московской области Ольгу Забралову. Напомню, голосование стартовало 1 февраля. Его объектами стали около полутора тысяч медучреждений области. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, большинство жителей голосуют за ремонт и утепление цоколей и фасадов объектов, инженерных коммуникаций, окон и дверей, а также за устранение незначительных неисправностей водопровода и канализации. Чтобы проголосовать на портале, вам нужно выбрать свой город или район. Затем найти в нем медицинскую организацию, а после указать необходимый, по вашему мнению, вид работ, капитальный или текущий ремонт или благоустройство территории. Кроме того, вы можете оставить комментарий, а также приложить к нему фотографии. Голосование закончится 30 апреля. По его результатам, некоторые больницы включат в план проведения капремонтов. Отмечу, в этом году в 152 объектах здравоохранения области планируются строительно-монтажные работы. Их общая сумма более 3,5 миллиардов рублей. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Любятся, переймут опыт мытищ в вопросе раздельного сбора мусора. Об этом стало известно на минувшей неделе на тематическом круглом столе. Среди прочих участников на мероприятие прибыла и делегация из нашего округа. Подробности прямо сейчас. Место проведения круглого стола выбрали не случайно, ведь мтищи занимают первое место в России в сфере раздельного сбора мусора. А началось всё в 2009-м. За два года в городе установили первые 80 специальных контейнеров. Сегодня же на территории мтищ таких уже 450. И останавливаться на этом местные власти не планируют. У нас сегодня задача перейти уже на сельские территории. Мы это медленно, но верно делаем. Вот с тем, чтобы охватить полностью всю территорию. Мы чем-то похожи. У нас достаточно много сельских территорий. Вот в отличие там, допустим, от компактного долгопрудного лихимок, у нас большая ещё сельская территория. И там мы сейчас должны эту тему тоже достаточно плотно развивать по организации раздельного сбора мусора. Между тем, в Люберцах дела с раздельным сбором мусора обстоят не так радужно. Чтобы исправить эту ситуацию, на круглый стол в мтище приехала местная делегация с Владимиром Ружицким во главе. Участники встречи обсудили вопросы бюджетирования переработки мусора, информирования жителей, а также методы сбора и захоронения отходов. Эта тема, она стоит достаточно остро в целом в Российской Федерации. И мы к этой теме как бы пытаемся подойти, но мы, по сути, в начале пути. Мы к раздельному сбору мусора приступили чисто, будем говорить, виртуально. Мы об этом говорим, мы об этом рассуждаем. Но чтобы были контейнера, чтобы была какая-то организация, была технология, а на территории у нас этого нет. А в мятищах это есть. И мы сегодня здесь, в мятищах, чтобы как-то подсмотреть, чтобы с нами как-то поделились опытом. По итогам встречи было решено разработать дорожную карту и определиться с финансированием. По словам Владимира Ружицкого, все необходимые документы будут готовы в течение двух-трех недель. Потом их должен утвердить местный совет депутатов. Если все пройдет гладко, первые специальные контейнеры появятся на территории Люберецкого округа уже в ближайшие три месяца. Неосторожное обращение с огнем привело в этом году к 41 пожару. В результате несчастных случаев 9 человек получили травмы, а двое погибли. Об основных причинах возгорания и мерах по их предупреждению нашей съемочной группе рассказал государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Зубков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смертельных случаев при пожарах стало меньше в два раза. А вот количество травмированных людей, наоборот, увеличилось. Если за первые два месяца 2017-го из огня пострадали только 4 человека, то в этом году пожар причинил вред здоровью девяти гражданам. Проанализировав каждый случай, специалисты пришли к выводу, все пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Хотелось бы напомнить о соблюдении требований правил пожарной безопасности в быту. В первую очередь, это порядок пользования электронагревательными отопительными приборами. Ни в коем случае не располагать данные приборы в непосредственной близости от каких-либо сгораемых материалов. Кроме того, следует быть предельно осторожными с открытым огнем. Недавно в Малаховке произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. По предварительной версии, причиной возгорания стала горящая свеча, оставленная без присмотра. В результате возгорания пострадало помещение кухни. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Сотрудники Госпожнадзора настоятельно рекомендуют не оставлять без присмотра детей. Ведь еще одной причиной пожара могут стать неосторожные игры с огнем. К счастью, таких случаев на территории Люберецкого округа в этом году пока не было. Луиза Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И мы продолжаем наш выпуск. 18 марта состоятся выборы президента России. В этот день любой гражданин страны вправе отдать свой голос не только по месту регистрации, но и там, где ему удобно. А как это сделать, узнаете прямо сейчас. До 12 марта избиратели граждане Российской Федерации вправе заявить о желании проголосовать по месту нахождения. Получить необходимые для этого документы можно в любом МФЦ, на сайте госуслуг, в участковой или территориальной избирательной комиссии. Так, например, поступила депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Отдать свой голос за будущее страны она решила в Люберцах на своей малой родине. Очень хочется, чтобы все то, что доброе начато, было продолжено. И чтобы каждый россиянин захотел и смог прийти и отдать голос тому человеку, кому он доверяет. Поэтому я, безусловно, тоже хочу это сделать. И хочу это сделать здесь, на нашей замечательной Люберцкой земле. Для подачи заявления необходим паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий его, и, конечно, желание. На данный момент в одном из четырех пунктов приема в Люберцах такие заявки оставили уже более 50 человек. Наталья Григорьева, Мария Антонова и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Мы возвращаемся к, пожалуй, главной теме прошедшей недели. Это 8 марта. В Люберцах прошел конкурс красоты. Но в нем приняли участие не профессиональные модели, а обычные женщины. Каждая участница индивидуально на всех объединяла одно – они мамы. О необычном и трогательном празднике под названием «Мамочка-Люберчаночка» наш следующий сюжет. Для каждой из 20 участниц этого конкурса выход на сцену уже стал победой. Ведь этому предшествовала непростая работа. Многочасовые тренировки, мастер-классы по дефиле, уроки позирования. В общей сложности два месяца подготовки. И вот зал полный болельщиков и экспертное жюри, готовые оценить результаты их трудов. Наши конкурсанки самые красивые, самые очаровательные, самые восхитительные, самые смелые. После того, как мамочки-люберчаночки показали свои умения ходить по подиуму, они поучаствовали в интеллектуальном конкурсе. Вопросы задавали простые, но в то же время каверзные. А самым волнительным этапом стала визитная карточка. В выступлениях некоторых девушек принимали участие их мужья и дети. Молчи и обнимай меня крепче. Но главная цель этого проекта носит вовсе не конкурсный характер. Организаторы подчеркивают прежде всего его социальную значимость. На кастинге первое, что говорили, это не хватает эмоций. Хочу найти подруг, хочу преодолеть определенные барьеры перед сценой, перед людьми. Но это такое сплочение семей, сплочение девочек. Они все подружились, все нашли интересы. И видишь, как болеют родственники. Родственники действительно болели очень активно. Способ поддержки у каждого свой. Кто-то пришел с плакатом, а кто-то с букетом цветов. Я наблюдал, да, она репетировала очень много, переживала. Поэтому я надеюсь, что победит. За Анжелу номер 19, Анжелика Теремкова. Она принимает участие во многих конкурсах. Она активная, везде постарается принимать участие. Старания участниц оценивала экспертная жюри. В него вошли сотрудники местной администрации, члены общественной палаты, а также депутаты и предприниматели. За каждое выступление конкурсанта Канине, совещаясь друг с другом, ставили баллы. Опираясь на мастерство, на творчество и на чувствительность, которую производили на нас конкурсантки. Это очень сложная задача, потому что для меня, разумеется, каждый из них является победителем. Но выбрать все-таки пришлось одну. После того, как ведущие объявили третье и второе место, зал замер в ожидании. Звание мамочка-люберчаночка 2018 получает Ксения Букас! Мама троих детей, визажист, певица, а еще и спортсменка. Ксения признается, времени и сил для репетиций порой не хватало. Но благодаря поддержке семьи и организаторов конкурса она прошла этот путь до конца. Конечно, мне очень хотелось победить, я не скрою. Но очень много было достойных девочек, волнение сыграло свою роль и ожидало, но все равно получилось неожиданно для меня. Ни одна участница не осталась без внимания. Некоторым девушкам присвоили специальные номинации. Но абсолютно каждая из них вынесла из этого праздника самое главное – массу положительных и незабываемых эмоций. Луиза и Газарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Флэшмоб к 8 марта от ГИБДД. Необычный подарок сделали люберецкие госавтоинспекторы своим коллегам-женщинам. На автодроме в Дзержинском они поставили свои патрульные машины в виде огромной цифры 8. Также для сотрудниц организовали мастер-класс по контр-аварийному вождению. Цифра 8 составлена из полицейских машин. Этот оригинальный флэшмоб запустили госавтоинспекторы, чтобы поздравить женщин с главным праздником весны. В Дзержинском солнечно. Отличная погода, чтобы погонять на автодроме. Именно такой необычный подарок руководство Люберецкого ГИБДД подготовила для своих сотрудниц к 8 марта. Девушки наши, которые трудятся в государственной инспекции, мы за них переживаем. И решили, что вот этот подарок для них будет более чем актуален. И что вот те ситуации, о которых я говорю, они к ним подготовятся и смогут уже достойно отреагировать на любые изменения дорожной ситуации, в которые они попадут. Мастер-класс по контр-аварийному вождению начали с теории. Инструктор автодрома объяснил девушкам, как себя вести за рулем во время заносов, а также как реагировать в опасной дорожной ситуации. Хотелось бы научиться не попадать в ДТП, вот именно на скользкой дороге. Приходится и резко тормозить, и, скажем так, думать на несколько шагов вперед, чтобы предусмотреть, скажем так, маневры другого водителя. Езда в зимнее время опасна для всех автолюбителей, и тем более для работников ГИБДД. На площадке автодрома девушки отработали полученные знания, а также потренировались выполнять знаменитый полицейский разворот. Руль в сторону, ручник, руль в другую сторону, тяга, 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 не сдаемся, не тормозеем. Это полицейский почти разворот у нас получился. Ситуации бывают разные, поэтому готовыми, конечно, особенно нам, кто в погонах, нужно быть ко всему. Всем участницам заездов катание на автодроме доставило массу положительных эмоций и полезных навыков. В целом экстремальная езда очень понравилась. Обязательно приду сюда еще раз и еще раз попробую. В завершении девушки получили сертификаты о прохождении мастер-класса, а также поздравления с Международным женским днем. Данил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Расскажем еще немного о люберетских женщинах. Научить ребенка хорошему, воспитать его достойным человеком. Задача не только родителей, но и учителей. Эта благородная профессия всегда была и будет в почете. Героем нашего следующего сюжета стала Татьяна Арсентьевна Смирнова, учитель-экспериментатор гимназии номер 41. Простите. Приступая порог родного первого В-класса, она заходит будто во второй дом. И там ее всегда ждет 31 ученик. Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. Ласково и в то же время строго она ведет урок, на котором в полной тишине и со всем вниманием ее слушают ученики. Татьяну Арсентьеву называют педагогом-экспериментатором. Основываясь на образовательной методике, она авторски разрабатывает концепцию занятий. Так мы побывали на уроке по развитию творческого потенциала личности. Следующая ручку поставили буква. М. Приготовились. И застрюляю. Это упражнение направлено на лучшее запоминание правописания букв. Проговаривая вслух каждый элемент, у ребенка одновременно работает не только мозг, но и развивается мышечная память. Вообще каждый урок этого учителя интересен по-своему. Реснички 6, 7, 8 и улыбку 9. Вам понравилось ваше солнышко? Всегда готова прийти на помощь внимательно и искренне. Эти качества в Татьяне Смирновой отмечают и ее коллеги. Все инновационные преобразования, которые были в гимназии, они начинались с легкой руки Татьяны Арсеньевны. Это человек, который никогда не унывает. Я, например, никогда не видела, чтобы Татьяна Арсеньевна была грустная, понурая, злая или без настроения. То есть это человек солнышко. И такая она не только в работе, но и дома. Нашей съемочной группе удалось побывать в гостях у семей Смирновых, где за чашечкой чая мы узнали, какая она. Педагог-новатор, вне школьных стен. Мама – это заряд энергии, просто скопление огромного заряда энергии. Мы все подзаряжаемся к ней. Мы знаем, что если мы придем к маме, то она всегда встретит с улыбкой, с добротой, с теплотой. То есть от этого человечка всегда солнышко светит. Смирь для нее – это все. Да, с ней лучше дружить, чем с Сойкой. Если кто-то на семью нападает, то это защита еще по... Какая с чем мы с Сашкой? То есть какие у нее главные качества вы можете выделить? Ну, конечно, самоотверженность. То, что она столько времени работе отдает, я даже не могу представить. Она приходит постоянно, да? Вот у нее эти тетради, какие-то журналы. Маму мы не видим, а только слышим. Да, да, да. Ну, а давайте теперь поговорим о том, о вашем хобби. Какое-то есть в семье у каждого наверняка, да? У меня очень много увлечений, мне очень действительно много нравится. Но на что-то хватает времени, на что-то не хватает. У нас каждый год в 41-й гимназии проходит Маркариевская ярмарка. И когда я пришла первый раз, я увидела массу таких изделий ручной работы. То есть я очень люблю то, что люди делают, вкладывают душу. Я считаю, что прямо душа в них. Расскажите еще последок. Какие у вас есть, может быть, цели на будущее, планы? Ну, цели громадью. Первый план я выполнила. Я получила права в этом году. Мне очень хочется еще куда-то съездить, то есть попутешествовать, где возможно. Очень хочется мне научиться фотографировать, то есть не вот эти любительские съемки, а увидеть где-то что-то особенное, и вот чтобы это осталось. Вот такая открытая, веселая, любящая, целеустремленная. И на работе, и дома она создает вокруг себя особенную атмосферу теплоты и добра. У таких людей хочется учиться. Анна Троян, Мария Антонова, Александр Богданов и Дмитрий Родзенко. Телеканал ЛРТ. Волонтер, журналист, музыкант, актриса театра. Возможно, вы подумали, что я говорю о разных людях, но на самом деле все эти способности сочетаются в одной хрупкой девушке. Героиня нашего следующего сюжета Татьяна Курилович. Занимая ответственную должность пресс-секретаря главы Люберец, она всегда находит время для творчества. Как же ей это удается, узнаете далее в сюжете. Она все время в спешке и всегда в боевой готовности. Перед выездом на мероприятие обязательно проверит, всем ли журналистам отправлены пресс-релизы и уточнит, какие средства массовой информации займутся освещением того или иного события. Ни одно важное собрание или официальная встреча не проходит без ее участия. Работа Татьяны всегда за кадром, но она очень важна и ответственна. Ребят, ну, пресс-подхода не будет. Как обычно пишем со сценой. Если кому-то нужен лайфик, он будет выступать, тогда просто пишем со сценой. А на раме скажите еще. Да, хорошо. Никого нет, я всем передаю. В Люберецкую администрацию Татьяна Курилович пришла пять лет назад. На тот момент за плечами у выпускницы журфака МГУ уже был большой опыт. Любовь и интерес к профессии был настолько велик, что на четвертом курсе она устроилась на работу и на протяжении семи лет трудилась на различных телеканалах. Делала разные программы, от юридических, где я была просто ведущей, до программ о животных. Я там была и автор, и ведущая. Вот делала программы о культуре, была ведущей новостин. Кстати, о программе про животных. Этой сферой Татьяна занимается до сих пор, только не в качестве ведущей, а волонтера и организатора различных благотворительных мероприятий. Третий год подряд в Люберцах проходит акция в поддержку братьев наших меньших. Она называется «Мы в ответе за тех, кто нам верит». Наши домашние животные находятся рядом с нами, не только потому, что они нами приручены, а еще и потому, что они действительно искренне нам верят, нам преданы и нас любят. Об этой любви Татьяна знает не понаслышке. Особое место в ее жизни занимает домашний питомец Кисандр. Когда-то этот роскошный кот был бездомным. Пока его не взяла под опеку заботливая хозяйка. Понимая, что в современном мире много таких беззащитных животных, Татьяна призывает людей о помощи. Волонтерство – это вообще такая очень обширная тема и обширная сфера деятельности, потому что многим кажется, что это очень сложно в это все вникать. Но, в принципе, волонтерство – это же не только огромные влияния финансовые. Иногда нужно просто отвезти животное из пункта А в пункт Б, просто разово какую-то помощь оказывать. Можно просто приезжать в приют и гулять с собаками, потому что для них это огромная радость. Волонтерство – не единственное занятие, с которым Татьяну свела работа на телевидении. Так получилось, что именно журналистика давала толчок к новым этапам жизни. Все началось с музыки. Ею Татьяна увлекалась еще в детстве, но первые выступления на сцене начались уже во взрослой жизни. Десять лет назад во время съемок она познакомилась с музыкантом Дмитрием Мирошниченко. Так она попала в группу «Дом ветров». А еще нашу героиню можно увидеть на сцене театра. Уже восемь лет Татьяна состоит в театральном товариществе «Ядь». За это время она приняла участие в семи постановках. Да смотри, выходите сюда, 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 я держу с тобой здесь. Я вас меняю, просто это действует мне на нервы. Для того, чтобы достойно исполнить ту или иную роль, приходится раскрывать себе новые таланты. В спектакле по гипсу «Двое на качелях» нужно было танцевать. Тоже совершенно безумный для меня танец в стиле Мерлин Монро. Это просто вообще не в моем характере, не в моем стиле. Мне было очень сложно вообще. И очень все непривычно, сложно. Но еще и вообще вся манера. Ой, ну да, в общем, нужно быть готовым ко всему всегда. И музыка, и театр требуют много времени и сил. Это та сфера, где необходима постоянная работа над собой. К сожалению, Татьяна отдаляется от творчества все дальше и дальше. Но навсегда уходить со сцены она не собирается. В спектакле, где я, с которым я совсем не могу расстаться, я, конечно, выхожу иногда на сцену, но очень теперь редко. Очень редко. То, что если ты выходишь на сцену, ты отдаешь. Ты постоянно должен отдавать. Конечно, когда у тебя ресурс исчерпан, когда ты на работе все отдал, то пустым на сцену ты не выйдешь. Просто это будет, в общем-то, жалкое подобие. Тот, кто знает об основной работе Татьяны, не удивится. Ведь это колоссальный объем информации, событий, общения с разными людьми. У нее энергии полно. Она с утра до вечера может работать, причем с одинаковой интенсивностью. Неважно, это ночь, неважно, это утро, неважно, это выходные. Всегда откликнется, даже если она занята, даже если у нее какие-то свои дела, она все равно старается уделить тебе внимание. В этом и заключается особенность Татьяны. Несмотря на плотный график, бесконечные гастроли, репетиции, тренировки, она никогда не забывает о друзьях. Порой, отбросив назад плохое настроение, дарит окружающим людям улыбку. Про таких говорят человек с открытым сердцем. Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. На очереди наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». В преддверии Международного женского дня наш корреспондент Анна Троян сдала люберчанам непростую задачку. Как жители города справились с ней, узнаете прямо сейчас. Чего хочет женщина? Этим вопросом хотя бы раз в жизни интересовался каждый мужчина. И действительно, представительницы прекрасного пола любят намекать, недоговаривать. Именно поэтому сегодня мы поинтересуемся у них напрямую, чтобы узнать, насколько близки в своих догадках мужчины. Чего хотят женщины? Внимания, заботы, еще чего, любви. Тюльпанов побольше. Да бог знает. Наверное, искренне любви. Чтобы ребенок был здоров и все счастливы. Счастья. А еще? Любви. А как им это дать? Как это дать? Это сложно. Ну, мне кажется, любви достаточно. Знаки внимания, наверное, даже маленькие. Хоть чуть-чуть. Накачанных парней, не знаю, спортивных. Чтобы их любили и на руках носили. А как этого добиться? Не знаю. Усильными, титаническими. А любви, счастья, душевного равновесия. Успехов в работе, в семье. Побольше денег, возможно. Мне кажется, все в твоих руках. Смотря какая женщина, смотря какие запросы. Господи, что, денег побольше? Что женщина может хотеть? Для меня главное это внимание. Ну, и любовь, естественно. Их никто не может понять. Это невозможно узнать, чего она хочет. Она сама не знает, чего она хочет. Поздравляем всех дам с прекрасным праздником 8 марта. Здоровья детям. Любящих мужчин, что очень можно пожелать. Чтобы они оставались всегда счастливыми, красивыми. И радовали нас, мужчины, своей красотой и нежностью. Поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам любви, ласки, счастья, здоровья и всего самого хорошего. Уважаемые женщины, с 8 марта. Любви вам, тепла, мужской заботы. Прежде всего, здоровья, красоты, благополучия. И хороших вам мужчин. Все элементарное просто, мужчины. Теперь только стоит прислушаться к вашим женщинам. Ну, а мы, коллектив ЛРТ, присоединяемся ко всем поздравлениям. И желаем побольше улыбок в этот прекрасный солнечный день. Анна Троян, Никита Скраган. Специально для рубрики «Свободный микрофон». И снова к новостям округа. Кино в особом формате. В Малаховке прошел первый показ фильма с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих людей. Воспитанникам местной школы-интерната показали картину «Джентльмены удачи». Что такое тифлокомментарии и как незрячие могут увидеть кино? Этот вопрос волновал всех, кто пришел в культурно-досуговый Центр «Союз». Ученики Малаховской школы для слабовидящих с нетерпением ждали начала сеанса. Сегодня мы пришли на фильм с тифлокомментариями. Первый раз будем его смотреть. Это очень интересно. Никогда о таком не слышали, не смотрели. Очень любопытно. Такое кино в Малаховке показывают в рамках программы «Доступная среда». На 2018 год запланирован показ 38 адаптированных художественных фильмов. Вход на сеансы свободный. В этом году мы заключили договор с киноконцертом «Мосфильм» на бесплатную демонстрацию фильмов с тифлокомментариями. Тифлокомментарий – это такое, знаете, лаконичное описание действия пространства предметов для людей, которые не совсем видят то, что происходит на экране. Фильм «Джентльмены удачи» выбрали не случайно. Часть картины снимали в Малаховке. Присутствующие с большим интересом слушали закадровое описание. Слышь? Паспорно! Паспорно, как мне скотина, кому говорят! В руках доцента бинокль. Ну! Он и Худой бегут на холм. В прошлом году в КДЦ «Союз» приобрели все необходимое оборудование для людей с ограничениями здоровья. Спецмебель и индукционные системы, пандусы и тактильную плитку, а также аппаратно-системный модуль, который разработан и для людей с нарушением зрения. Данил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Русский космизм, жизнь и вечность. Под таким названием в Люберецком краеведческом музее открылась необычная выставка. Автор картин Юрий Черепанов в своих произведениях объединяет земное и галактическое, сочетая на первый взгляд абсолютно несовместимые вещи. Рыбка-фугу, цветы, стрекоза и космическое пространство. Объединить на одной картине флору, фауну и совсем неземной космос. В таком необычном стиле работает люберецкий художник Юрий Черепанов. Сам творец искусства, верит во взаимосвязь и единство всего, что есть на планете и галактике. Пишет на восприятии окружающего мира, а потом переносит свои ощущения на картины. Вот эти две картинки про спорт я написал по заказу специально для выставки перед открытием Олимпиады в Сочи. Эта выставка была в Казани. Здесь я изобразил дискобола и бегуна и оформил их в стиле современного восприятия космического пространства, где бегун перепрыгивает через земной шар, огромное количество энергии, луна, все вращается, движется. И вот эта энергетика современного мира, она вошла в изображение этих картин. 60 лет в искусстве именно это послужило поводом открытия выставки Юрия Черепанова в Краеведческом музее. Русский космизм – особый вид мировоззрения, лег в основу почти всех картин автора. В этом стиле работает он с момента запуска первого спутника. Космос и по сей день вдохновляет художника. До сих пор рисую каждую картинку. Я думаю не только о земном изображении, но и о небе и о космическом пространстве, в котором мы находимся. Вот поэтому, когда я что-то изображаю, я вольно-невольно вкладываю в изображение каждого дерева, трави, пространства, земли, поля, неба, ощущение, что мы не одни, что мы далеко, далеко существует все пространство, которое связано с нами нитями. На обозрение зрителей художник представил 60 произведений, выполненных в особо трудной технике графики, карандашей, гуаши и даже иллюстрации к религиозным книгам. Работы Люберчанина уже успели привлечь не только ценителей высокого искусства, но и совсем юных зрителей. Меня очень впечатлили картины карандашом. Они очень необычные, очень интересные. Меня впечатлила тема, то, что здесь соединено все, все из нашей жизни, то есть от неба до земли. И это очень красиво. Увидеть воочию русский космизм в Краевическом музее можно до 20 марта. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Завершая наш выпуск, ушел из жизни наш земляк, известный художник Михаил Суханов. В память о нем в Люберецком Краевическом музее вывесили несколько картин. Все его работы наполнены особым смыслом. Так, основу творчества составляли древнерусская и северная тематики. Совсем недавно Михаила Суханова поздравляли со столетием. К нему домой приезжали представители власти и журналисты, чтобы выразить слова благодарности за его труд и творчество, которые он пронес через всю свою жизнь. 1 марта Михаила Суханова не стало, но после себя он оставил многочисленные художественные работы. Тот цикл, который он за 20 с лишним лет создал, посвященный природе и культуре севера, он отказался, можно сказать, в жизни всего. Он посещал ежегодно север, многомесячные командировки себе творческие устраивал. В Краеведческом музее находятся пять картин художника Михаила Суханова. Его работы связаны с севером, православной тематикой. Есть и древнерусские мотивы. И вот это погружение в древнерусскую живопись, оно его так увлекает, что он в конце концов пишет картину «Постижение», где у себя изображает автопортрет своего ног Архангела Михаила. Он ее назвал «Постижение». Изображен тот момент, когда он полностью погружается в мотивы и сюжеты, и образы, и пространство древнерусской живописи. Стать художником, как говорят знакомые Михаила Суханова, он хотел еще с детства и мечту свою исполнил. Помимо любви к живописи, у него было много интересов. Он дома сидел, писал постоянно рукописи, изучал золотое сечение. Я ему с интернета постоянно приносил какие-то из Викопедии записи. Он все это рассчитывал и все изучал. Он всегда интересовался чем-то новым даже. В 96 лет он меня просил, ноутбук ему принести, хотел изучать. Вот таким останется в памяти и сердцах Михаил Суханов, художник картин с глубоким смыслом. Даниил Михайлов, Мария Антонова, Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Это была итоговая программа на телеканале ЛРТ. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на наших страничках в соцсетях. Подписывайтесь. Встретимся снова уже на грядущей неделе. Но пока что я, Наталья Григорьева, желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова